Парк фактически не готов к застройке, не готов к использованию, то есть бывают случаи, что мы запрашиваем, например, площадку, а она все еще относится, например, к категории сельскохозяйственного назначения, что, естественно, не позволяет инвестору построить свой проект. Поэтому, конечно, если мы говорим именно про ожидания инвесторов, желательно, чтобы все было готово. И участок сформирован, вид разрешенного использования соответствующий, чтобы территория была размежевана, построена какая-то инфраструктура, подведены коммуникации. На практике, к сожалению, это не всегда соответствует действительности. Ну и еще один, второй такой важный момент, где наши ожидания не всегда оправдываются, опять же, в новых парках. Мы замечаем, что не всегда налажена коммуникация с инвесторами, ну, может быть, даже с консультантами, которые представляют инвесторов. Да, что мы отправляем запросы, а, собственно, в индустриальном парке нету, как бы, отлаженной вот этой системы коммуникации, да, чтобы кто-то сразу оперативно мог ответить на вопросы, предложить существующие площадки или предложить, собственно, там, шаги для получения резиденции и так далее. То есть это, ну, просто вот хотела вам рассказать о нашем таком опыте, да, сейчас безотносительно к теме доклада, то вот, собственно, что остаются инвесторы от индустриальных парков, то над чем, наверное, нужно еще многим индустриальным паркам работать. Так, теперь мы перейдем к теме нашего сегодняшнего обсуждения. Ну, я для себя отметила, что индустриальные парки тоже у нас бывают разные, да, не все, не все, как бы, занимаются непосредственно промышленным производством. Можно выделить так называемый промышленный парк, агропромышленный парк, логистический и научно-производственный. Вот. В большинстве типов парков подходящей к категории земли являются земли промышленности, земли населенных пунктов. Если мы говорим про промышленный парк, также допускается земли сельскохозяйственного назначения. И, опять же, инвестор, когда приходит, он, конечно, ожидает, что земельный участок уже переведен в нужную категорию, чтобы иначе этот процесс, как бы, согласование и перевода земли, он может, ну, во-первых, растянуться во времени, во-вторых, результат, да, у нас иногда непредсказуемый. И, в связи с чем, ну, большинство инвесторов, конечно, не хотят ждать и, собственно, иметь какой-то непредсказуемый результат. Опять же, хотела отметить, что сейчас достаточно большое количество индустриальных парков, большое количество различных площадок в России. В том числе, созданы такие площадки, как, ну, уже созданы такие площадки, как особые экономические зоны, как ТАСЭРы, опять же, тоже на базе индустриальных парков, где, ну, в дополнение, как бы, каким-то базовым, скажем так, потребностям инвесторов еще предоставляют налоговые и таможенные льготы. Естественно, большинство инвесторов хочет, как бы, получить максимум, да, от площадки. Екатерина, прошу прощения, что я перебиваю. Ну, по теме, там, в принципе, понятно, да, мы прекрасно понимаем, зачем создаются индустриальные парки, какие есть ожидания у инвесторов, что они хотят. Ну, понятно, там, любой инвестор хочет побыстрее сделать проект, и ему нужна инфраструктура. Вот нас сегодня здесь волнует вопрос, как сделать так, чтобы ожидания инвестора реально оправдались. Да, что когда инвестор приходит на площадку, но ему не приходилось ждать, когда управляющая компания сбегает и поменяет вид разрешенного использования. Вот вопрос-то такой, да, там, какие могут быть практические советы, чтобы управляющая компания, опираясь на законодательство, на опыт, какие могут быть советы и практические решения для того, чтобы управляющая компания парк были полностью, тотально готовы к размещению любого резидента, которому подходит эта площадка. Мы прекрасно понимаем, что индустриальный парк можно построить в городском поселении, в городском округе, на землях поселений. Мы понимаем, что индустриальный парк, в первую очередь, естественно, может размещаться на землях промышленности. Если это агропромышленный парк, тогда на землях серхозное значение. А вот то, что Елисия сказала, да, а когда на практике начинаешь погружаться, а тут совсем другая жизнь. Да, вот, собственно, хотела как раз перейти к этому вопросу, да. Если мы сейчас говорим про виды разрешенного использования, действительно, правильно, что Альсия отметила, вид 6.0, то есть производственная деятельность, он в отличие от других видов разрешенного использования, не включает в себя другие подвиды. Очевидно, ну, я так полагаю, это было сделано намеренно. Почему? Потому что, если мы посмотрим, как бы, коротко на другие подвиды, ну, я вот выписала в презентации наиболее такие релевантные, да, для индустриальных парков. Это тяжелая промышленность, автомобилестроительная промышленность, легкая промышленность, фармацевтическая промышленность. Мы видим, что вот именно это особые, скажем так, виды производств, которые требуют соблюдения, ну, определенных нормативов. Например, если мы посмотрим, там, на фармацевтическую промышленность, тут необходимо установление охранных или санитарно-защитных зон. И, очевидно, что логика законодателя была в том, чтобы, ну, если, скажем так, промышленность, различные промышленности отличаются друг от друга, поэтому установить для всех просто производственную деятельность было бы недостаточно, да. Например, если требуется, ну, то есть участок, например, на котором разрешена фармацевтическая промышленность, он может не подойти для строительной промышленности в силу требований нормативов, в силу, там, требований градостроительных, строительных норм и, в первую очередь, санитарно-защитных зон. Вот. Меня, как бы, да, что я отметила, с 2019 года был установлен новый вид разрешенного использования, так называемая научно-производственная деятельность, где прямо написано, что она допускает размещение технологических промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов. Вот. Вот, Алексей, вот тут вопрос у меня сразу же. Я на это обращал внимание. Да, вот есть у нас земельный участок или там группа земельных участков, и мы выбираем этот вид разрешенного использования под размещение промышленных парков. Ну, то есть я понимаю, что на этом участке может вести деятельность индустриальный парк. А потом мы часть этого участка продаем резиденту, который там, не знаю, будет в свой завоз. Он же не будет вести деятельность промышленного парка. Как с этим быть? Вопрос номер один. Второе. Давайте просто, может быть, так, в режиме уже вопрос-ответ поговорим. Давайте. Второй вопрос, насколько вот правомерно, насколько действительно муниципалитеты правомерно ограничивают количество видов разрешенных использования, которые могут быть у того или иного земельного участка? Ваше мнение, такой эксперт. Так, да, вот насчет вот этого нового вида, я тоже заинтересовала, но, к сожалению, я не нашла какой-то вот правоприменительной практики. Смоговорить там про судебную практику, там, про заяснение органов власти, как этот вид применять. Очевидно, что, ну, действительно для нового индустриального парка логично выбрать вот такой вид. Теперь вопрос, насколько стоит его менять, потому что, по большому счету, индустриальный парк, он же, ну, как бы, сохраняется, да, даже несмотря на то, что у него какие-то резиденты выкупают площадки. Сам индустриальный парк, мне кажется, сохраняется, ну, как таковой, да, как единый объект. Ну, просто это мое, как бы, мнение, что, если, например, кто-то из резидентов, ну, предположим, там, относится, например, к тяжелой промышленности, да, или, ну, например, к пищевой промышленности, то есть к одному из тех видов, которые предусматривают, ну, скажем так, выделены как отдельные, да, виды разрешенного использования. Мне кажется, в этой ситуации, наверное, потребуется, ну, вот, такой вид использования менять для конкретного резидента. Опять же, ну, законодательство у нас предусматривает процесс изменения видов разрешенного использования, то есть если это однократно и в соответствии, там, с правилами, ну, вид разрешенного использования, соответствует, там, правилам землепользования и застройки, да, то нам не придется проводить публичное слушание. Если не соответствует, тогда, действительно, публичное слушание неизбежно. То есть, вот, мне кажется, логика такая, что если, ну, если, скажем так, деятельность резидента не выделена в качестве, вот, отдельного, да, вида, в соответствии с классификатором, наверное, можно сохранить то, что, ну, вот, тот вид 6.12, да, который предусмотрен законодательством. Если выделено, наверное, действительно, ну, стоит поставить вопрос об изменении. Что касается, вот, опять же, того, что Алексея говорила, насколько необходимо указывать вид разрешенного использования при межевании, ну, Городостроительный кодекс предусматривает необходимость указывать конкретный вид разрешенного использования. В вашей практике было такое, что вы когда, ну, вот, очень, на самом деле, интересно и полезно то, что вы сопровождаете инвесторов. Вот, вот, в вашей практике было такое, что приходите вы с инвестором, ну, в индустриальный парк или не в индустриальный парк, и вам предлагают приобрести земельный участок с набором видов разрешенного, видов деятельности, которые разрешены на нем. Ну, обычно, как бы, ну, закрепляется все-таки, да, у нас основной вид разрешенного использования, такого, чтобы был набор, мы еще, наверное, не сталкивались с такой ситуацией. Я еще, смотрите, я еще тоже, я всегда считал, что, в принципе, вид разрешенного использования, ну, поменять, может быть, не очень, ну, то, что просто, да, но... В принципе, это вооружение. Так тяжело категорию сменить, да, что, в принципе, ну, купил земельный участок немножко не в том ВРАИ, но можно пойти и немножко его подкорректировать, поменять, в принципе, не слишком сложные процедуры. Я заблуждался? Ну, это, на самом деле, вопрос уже ко всем, да, я заблуждался или нет? Не могу понять. Просто, опять же, там, из нашей практики, да, могу рассказать, ну, правда, не совсем относится к индустриальному парку, консультировали инвестора, он купил земельную, ну, скажем так, да, приобретает компанию, которая владеет земельными. Конечно, в ПЗЗ, да, приобретает компанию, которая владеет земельными. Может кто-то что-то забыл там унести или еще что-то. Может намеренно, но так или иначе оказалось, что в ПЗЗ для этого участка предусмотрено, если я не ошибаюсь, строительство магазина. То есть уже как бы идет несоответствие. И, собственно, сейчас вот этот инвестор запустил действительно процедуру изменения правил землепользования застройки, чтобы вид разрешенного участка для этого, конкретно для этого земельного участка и в ПЗЗ, и, собственно, в градостроительном плане, да, и в ЕГРН был изменен на, собственно, на правильный. Вот, ну и по процедуре мы оцениваем, что это будет, ну, в пределах там полугода, да, что это произойдет, и, в принципе, пока вот, ну, пока не было каких-то препятствий со стороны органов власти. То есть я думаю, что это, в принципе, реальная ситуация. Вопрос действительно в том, что заложено в первую очередь в правилах землепользования застройки, потому что, как правило, участки относятся к определенной зоне. Да, если мы говорим, что это, там, какая-нибудь там зона П1 или П2, в нее закладывается уже производственная, как бы, деятельность, и можно заложить несколько видов разрешенного использования. Ну, скажем так, ПЗЗ это предусматривает. И тогда в этой ситуации, вот, по общему правилу, да, с учетом обзора Верховного суда, землепользователь может сам выбрать вид разрешенного использования из тех, которые предусмотрены для этой зоны. И вот согласно, там, мнению Верховного суда, для этого даже не требуется какое-то решение муниципалитета, а, в принципе, пользователь просто подает заявление в Росреестр и выбирает нужный вид разрешенного использования. Екатерина, мы изучали этот вариант тоже, потому что, ну, понимали, что, возможно, может, придется идти и по этому пути. Происходит это примерно вот таким вот образом. Нужно вот на отдельный земельный участок нужно сделать проект, вот, межевание, значит, утвердить районам, утвердить сельским советам. Это не полгода, но месяца два-три, и плюс затраты денежные это будет стоить, да, когда можно было бы указать незапрещенные виды разрешенного использования сразу. И мы не видим препятствий в законодательстве. На самом деле, Городостроительный кодекс, исключительный перечень имеет, где нужно указывать конкретно виды разрешенного использования. А в остальных случаях, как мы по теории права знаем, что это, что не запрещено, то разрешено. Правильно? Ну, согласна, да, с вами. Вот, насчет муниципалитета, вот, мне просто еще хотел такой вопрос задать, да, я так понимаю, что у вас действительно с муниципалитетом нету, как бы, единения. А пробовали ли вы решить этот вопрос на уровне региона, потому что регионы, они обычно заинтересованы в привлечении инвесторов, в развитии, как бы, ну... У меня предложение есть, я знаю, что у нас тоже на видео... Коллеги, а можно вот несколько спикеров по онлайн одновременно вывести, если это возможно? У нас есть коллеги из Питера, на связи, индустриальный парк Марьино, Анатолий Мегин. Вот, хотелось бы их мнение послушать, как им удалось это как раз-таки реализовать в том ключе, который мы вот с вами сейчас обсуждаем, насколько мне известно. Да, Анатолий, добрый день. Привет, с вами Максим. Здравствуйте, коллеги. Да, Анатолий, у вас уже выходные, видимо, да, начались? Ну, у меня вечер, да, такой уже близко, типа того, что... Смотрите, во-первых, мне хотелось бы поблагодарить Максима Дмитрия за возможность подключиться к этому обсуждению, а также особенно Максима и Дмитрия поблагодарить за тот прекрасный проект, который они ведут на Ютубе, он называется «Парковики». Вот, и эти ролики представляются на странице в Ютубе Ассоциации индустриальных парков. Не так давно Максим был у нас в гостях, посещал наш индустриальный парк, отсняли очередной выпуск. Мы уже предварительно его посмотрели, я надеюсь, он в ближайшее время появится. И вот, и все увидим, все его посмотрим. Да, собственно, в рамках этого выпуска как раз-таки мой руководитель и член правления Ассоциации индустриальных парков Владимир Вишневский высказывался по поводу и предмета данной дискуссии, то есть виды разрешенного использования, предостроительного зонирования индустриальных парков. Я хотел бы еще пару слов буквально сказать Екатерине Калининой по поводу проблем с неподготовленными территориями индустриальных парков и прочее. Вот индустриальный парк Марина в Санкт-Петербурге является действующим индустриальным парком с 2013 года, находится в эксплуатации. Более того, я своей рукой подписывал соглашение о сотрудничестве с Гером Ульфом Шнайдером 19 октября 2016 года. Но почему-то никто от компании Шнайдер Групп в индустриальный парк Марина не обращается, несмотря на подписанное соглашение о сотрудничестве. И тот факт, что индустриальный парк Марина по результатам 2019 года в рейтинге, который проводит рейтинговое агентство «Эксперт», является первым индустриальным парком России по взаимодействию с инвесторами и резидентами. Вот, соответственно, надеемся видеть от вас какие-то обращения от ваших клиентов. Спасибо большое, Анатолий, я обязательно учту это. Тут прям короткий комментарий. Очень часто инвесторы сдают конкретные регионы для поиска. Анатолий, если я все-таки вернусь к видам разрешенного использования, ты не хочешь, наверное, делиться опытом, что ли? Как вы все-таки? Почему, Максим? Я могу сказать, вот опять же, из первого выступления Ильсияр, могу сказать, что, конечно же, значительно различается подход к градостроительной документации в городах федерального значения, то есть Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и во всех остальных регионах Российской Федерации. Поскольку в Москве и Санкт-Петербурге решения градостроительных вопросов, они централизованы на уровне города, крупного субъекта, в других регионах Российской Федерации они отданы на откуп муниципальным образованиям, где квалификация персонала этих муниципальных образований, она значительно ниже, чем в городах федерального значения. Поэтому есть везде свои особенности, но вот эти различия так или иначе существуют. Но при этом, однозначно, индустриальный парк, новый индустриальный парк, намечаемый как Гримфилл, никогда не сможет достичь успеха в случае, если планы по его строительству не согласованы изначально с администрацией. То есть в случае городов федерального значения это с администрацией Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, в случае иных регионов это с администрацией соответствующего муниципального образования. Если сразу не договорились, то дальше можно спорить достаточно долго, тратить на это время, деньги, возможно добиваться какого-то результата, но такой результат может оказаться, как говорится, пировой победой. Соответственно, в нашем случае мы тоже сталкивались с позицией городских властей о том, что при разработке проекта планировки территории, включающей в себя наш индустриальный парк, мы должны назначить каждому земельному участку конкретный вид разрешенного использования. И для участков управляющей компании в общем-то у нас даже не было особых сложностей, поскольку регламент нашей зоны по правилам использования и застройки предполагает кроме промышленности вид использования коммунального обслуживания. Собственно, а то, чем занимается управляющая компания, это по сути коммунальное обслуживание дороги и инженерные сети. То, что касается участков под размещение промышленных предприятий, нам удалось обосновать свою точку зрения на вариативность видов разрешенного использования территории и земельные участки, которые располагаются в нашем индустриальном парке, имеют примерно следующий перечень видов разрешенного использования. Производственная деятельность, тяжелая промышленность, автомобилестроительная промышленность, легкая промышленность, строительная промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, связь, коммунальное обслуживание, склады. Вот эти 12 видов разрешенного использования прописаны для наших земельных участков в утвержденном проекте планировки. Соответственно, базово у нас участки имеют вид разрешенного использования. Производственная деятельность, то есть 6.0, суммарный вид установлен. В том случае, если кому-то из наших резидентов требуется какой-то иной вид деятельности, допустим, склады, те же самые, выпадают из общего производственного назначения, то изменение вида разрешенного использования происходит в заявительном порядке, занимает 2 недели. Заявление продается через МФЦ, вид разрешенного использования меняется на интересующий инвестор. Как-то так. Это тоже наша мечта. Мы тоже хотим именно так. Анатолий, у вас земля собственности вопрос задает? Да, конечно. Земля собственности и продается в собственность. А вот скажите, Анатолий, это все было организовано один раз, одним заходом? Или все-таки это была какая-то постепенная подготовка территории к тому, что инвесторам предоставляются возможности такие? Ну, смотрите, мы, к сожалению, большого влияния на наши городские власти не имеем. И впервые мы разработали и утвердили проект планировки территории, это был 2010 год. Но в 2016 году город Санкт-Петербург принял решение утвердить новые законы о генеральном плане и затем новые правила землепользования и состройки. После утверждения которых выяснилось, что та территориальная зона, которая была установлена для нашего индустриального парка, пропала из правил землепользования и застройки. Да, нам пришлось окорректировать проект планировки в соответствии с изменившимися правилами землепользования и застройки. Действующий проект планировки утвержден нами в 2019 году. Вот с этим вот широким перечнем битов разрешенного использования. Спасибо большое. Я, наверное, тогда еще небольшой вопрос задам Екатерине. Поблагодарю ее за выступление. Первое такое очень активное. Екатерина, вот когда вы сопровождаете инвестора, и вот такая ситуация, представим. Мы пришли вот к МСА, и оказывается, что земельный участок, он не попадает под требуемое назначение. Что вы как консультант рекомендуете исключительно в данном случае инвестору? Слушайте, ну, поскольку действительно мы здесь в интересах, в первую очередь, инвестора, а не индустриального парка, да, вот, ну, может это немножко так, как бы цинично прозвучит, но, возможно, мы порекомендуем инвестору поискать другую площадку, где, собственно, не будет никаких проблем. Да, все-таки он столкнется с этой же проблемой, судя по всему, возможно. Ну, смотрите, действительно парков много, да, мы видим вот из того, что сказал Анатолий, некоторые парки такие вопросы, ну, уже для себя решили. Я просто почему объясню, да, инвестор, как правило, не хочет, ну, даже платить условному консультанту за решение этой проблемы. Он скорее заплатит консультанту за подбор другой площадки, где, ну, проблем не будет, да, логично. Правильно? Во-первых, во-вторых, если инвестор уже там более-менее решил для себя, ну, что он вообще в какой-то проект списывается, то, ну, сроки уже восстановлены, то есть никто не будет ждать этой процедуры. То есть здесь как бы, скажем так, вот мы как консультанты, мы, наверное, посмотрим, решаем ли это проблема, да, может ли индустриальный парк ее там в какие-то короткие сроки решить. И если да, то вернемся к инвестору, собственно, с обратной связью, скажем, ну, может там один-два месяца, там, три подождать, и проблема будет решена. Тогда, конечно, да, имеет смысл как бы оставаться именно в этом индустриальном парке. И какой процент, ну, я могу прямо так сказать, даже условно, там, я не знаю, с десяти, например, таких запросов два только идут дальше, чем просто переговоры, а все остальные, ну, условно, неважно, какую территорию мы берем, они не соответствуют ожиданиям инвестора, и поэтому как бы как такового совместного проекта не получается. Ну, если есть такая возможность. Ну, вот из нашего опыта мы, вот, например, сейчас у нас один инвестор там ищет площадку для организации, ну, достаточно нестандартного завода для производства керамики. Опять же, обозначил нам, ну, ряд областей, где он готов теоретически, да, этот проект запустить. Ну, и вот, опять же, в нашей практике, может быть, там, ну, условно, там, из пяти областей, там, в три отсеялись. Почему? Потому что индустриальные парки не готовы предложить, ну, вот, какое-то вот адекватное решение, адекватную площадку, да. То есть такое тоже бывает на практике. Я еще, ну, как бы, просто, опять же, в рамках презентации хотела еще коротко поговорить про зоны с особыми условиями использования. Давайте, я, Галина, вот раз уж у нас дискуссия уже завязалась, давайте продолжим, я предлагаю в режиме дискуссии. Кстати, вот у нас тоже есть мнение, опытное мнение от соседнего региона, тоже пока в онлайне. Сергей Маслёхин, компания «Верное решение» с Казани, вот, ну, так уж принято, вот, в этих двух регионах смотрят на опыт друг друга постоянно. Башкирия на Тарстан, Тарстан на Башкирию. Да, Сергей, ты с нами? Добрый день, коллеги, слышно ли меня? Да, Сергей, слышно. Ну, давай вот, предлагаю продолжать в режиме вопросов-ответов. Какие есть рекомендации решения данной проблемы, вопроса в Татарстане? Ну, и, в принципе, в вашей практике. Вы большое количество площадок в Татарстане отконсультировали, помогли запустить не один индустриальный парк. Как вы видите решение этого вопроса? Я даже скажу немножко не совсем про Татарстан, пошире по географии. Нас чаще всего привлекает либо муниципалитет, если он является инициатором создания, да, такого объекта инфраструктуры, агропарк, сельхозпарк, промышленный, либо частная управляющая компания, да. Ну, то есть, как бы еще на шаг вперед. Что существенно упрощает вопрос с ПЗЗ, с принадлежностью земельного участка и с категорией? Это то, что индустриальный парк чаще всего в регионе, либо в муниципальном районе является одной из немногих точек роста. Ну, то есть, проекта с наивысшим приоритетом. Это несколько упрощает задачу. Второе, зависит очень от лоббистских возможностей инициатора проекта, если это, например, глава муниципального образования, да, или там директор управляющей компании. И мой совет частным инвесторам, понятно, что у муниципалитета гораздо выше лоббистский ресурс, они вхожи в органы исполнительной власти, они влияют на, в какой-то степени на Минзем, либо там на кабинет министров и лиц, принимающих решения по данному вопросу. Например, изъятие земли из сельскохозяйственного производства, даже если там ничего не растет, и переводы его в промку, да. Ну, вот, например, мы сейчас консультируем один парк, и там будет две зоны. Там останется сельхоз земля и останется промышленная земля. Я не говорю про то, что еще будут земельные участки под инфраструктурой и под дорогой, да, которые, собственно говоря, не переводятся в промку и останутся как инфраструктуру общего пользования, да, не будут передаваться резидентам. Так вот, в нашем случае было несколько вариантов. Например, когда инициатором является муниципалитет, он быстро изменил вид разрешенного использования, очень быстро разграничил неразграниченные земли и присоединил к муниципальному образованию, сделал это землями населенных пунктов, да, что сразу упростило процедуру изменения генплана населенного пункта, изменения категории и вида разрешенного использования, да. А вот еще тоже в нашем случае, когда инициатором проекта являлась частная управляющая компания, это сильно усложняет тему, потому что на частную управляющую компанию автоматически перекладываются все телодвижения, все финансовые рычаги привлечения земельщиков, консультантов, кадастровиков, вся беготня, извиняюсь за выражение, все такое прочее. Поэтому мой совет частным инвесторам, если вы выходите на муниципалитет с проектом создания индустриального парка, поставьте им условия о том, что вы начинаете вкладываться или какие-то серьезные телодвижения по земле после того, как земельный участок будет сформирован, присоединен к границам населенного пункта, на котором глава имеет все полномочия единоличного управления, да, и вправе созвать любой совет депутатов и принять все решения. И, собственно говоря, чтобы кадрастровики Комитета земельных и имущественных отношений или ПИЗО, там, палаты районной, да, произвели все необходимые действия. Ну, то есть, чтобы наиболее подготовленный с юридической точки зрения земельный участок попал в управление. Вот это как бы совет. А вообще, по нашей практике, где-то, наверное, от трех месяцев до полутора лет был разброс решений вот этих самых земельных вопросов с ФРИИ, с категорией и с принадлежностью. То есть, вот полтора года – это самая такая, как бы, ситуация, когда частный инвестор был вынужден платить за все, муниципалитеты шевелились не очень, и градостроительный план надо было менять этого самого населенного пункта, да. Три месяца – это личный лоббистский ресурс руководителя проекта, который вхож в структуру Кабмина, который очень быстро победил все вопросы с Минземом, с КИЗО, с изъятием земель сельского хозяйства, присоединили и вот как бы вперед. То есть, личное влияние – да, желание муниципалитета и был муниципальный проект – тоже, да, мы же все-таки, как бы, с Башкирией находимся в примерно том же, скажем, протекторате Византийской империи, поэтому у нас все абсолютно то же самое. Очень ограниченная оптимизма, но ты нас зарядил немножко. Спасибо тебе за это, Сергей. От трех месяцев, конечно, до полтора – такой большой разброс, честно скажем. Естественно, лучше за три месяца что-то решить, хотя мне больше понравилась, конечно, практика Марьина за две недели в уведомительном порядке. Но, Таня, что делать, если все-таки, ну, как не попасть в эту ситуацию? Сергей, были ли случаи, когда уже поезд уехал, уже в вагонах где-то они пустые, где-то кто-то в них хочет впрыгнуть какой-то товар, но поезд уже в пути? То есть были ли какие-то практики, как решался вопрос, когда проект уже запущен, когда изначально не было согласованности с муниципалитетом, как, что и где, и надо по факту как бы спасать то, что есть. С него можно что-то сделать малой и большой кровью, потому что мы понимаем, что лоббирование, наличие ресурсов – это как бы факт достаточно такой, не объективный, субъективный больше. Вот, возможно, у вас была практика в каких-то регионах Татарстана, может, именно в решении такого вопроса. И если да, то таким каким образом это было? Ну, если я правильно понял этот, как это сказать, этот вопрос, да, приходилось ли перекраивать где-то по-живому? Ну, смотрите, я думаю, что наша, наверное, основная ценность в том, что мы стараемся не допускать проект до такого состояния запущенности, да. То есть наша как раз задача бить в колокола превентивно, мы на опережение работаем, да. И, в принципе, вот когда нас приглашают к проекту в такой стадии, ну, мы либо с ним, что называется, не работаем, да, либо, ну, такое редко, на самом деле, бывало, что мы там отказывались не работать. То есть мы просто команду, которая не достает компетенции, которая не понимает, какие там подводные шаги, мы заранее как-то вот стараемся объяснять и вот в такие тупики-то не ставить. Потому что, на самом деле, все это видит инвестор и, скорее всего, у него не будет желания прийти на площадку, которая в таких муках рождалась, да. Поэтому я считаю, что, как бы, грамотное планирование – это залог, ну, как бы, будущей успешности. Это же сложный командный продукт, здесь очень много переплетенных интересов. Здесь, извиняюсь, управляющие компании, девелоперы, резиденты, да, а потом еще есть проектировщики, есть муниципалитет, земельщики, органы исполнительной власти. Я уж не говорю про подрядчиков и все такое прочее. Вот этот организм, он должен изначально как-то гармонично все-таки, наверное, развиваться. Мне кажется, такие ситуации происходят тогда, когда либо не угадались концепции и приходится по-живому менять, я не знаю, там, четвертый класс промышленной опасности на третий или, там, сельхозку на пробку, да. Я согласен с Ильсияр, игра в угадайку вещь такая, отчасти профессионализм помогает ее решить, а иногда, что называется, просто звезды должны сойтись, да, то есть нужно, ну, правильно уметь, извините за тоже такие сравнения, Татьяна Тон задала, пальцем в небо надо правильно уметь в нужной области тыкать, да. Вот, были вопросы чаще всего с масштабом земельных участков, то их потребовалось нарезать более мелким, например, шагом, да, когда на крупную вакансию инвестор не приходил, а вот так, чтобы происходило, вот, там, совсем такие, честно говоря, у нас таких вот, как бы, случаев нет. Мы же начинаем с разработки концепции и с подбора земельного участка. Если по участку предстоят проблемы, мы просто не рекомендуем инвестору или муниципалитету его использовать. Зачем? Сергей, вопрос такой, а правовую оценку можете дать вот сегодняшней, вот, как бы, сегодняшней проблеме? Мы говорим о том, что нет запрета в законодательстве указывать на одном земельном участке только один вид разрешенного использования, а муниципалитет думает не так. Вот, каково ваше мнение? Сергей, будь осторожен при ответственности на этот вопрос. Так, тут, тут несколько оборотов инверсии прозвучало, не-не, а можно по-другому задать вопрос? На чем настаивает муниципалитет и на чем вы? Мы настаиваем на том, что на одном земельном участке промышленного назначения можно указывать несколько видов разрешенного использования. Цель непонятна. Цель, понятно, вот, резидент, приходя на территорию индустриального парка, он, допустим, хочет выбрать то, что он собирается там размещать, чтобы у него было право выбора, а у нас было право ему предложения. Больше возможностей, да. Но у вас же, по-моему, участки межованы, и вы можете функциональные зоны нарезать, ну, грубо говоря, как предполагаете. Вы же определили портрет своего потенциального резидента, так ведь? Вы же, наверное... Нет, тут не функциональные зоны, дело в том, что вот в проекте межевания территории на каждом земельном участке предлагается каждому маленькому лоту, там вот есть, там, не знаю, 50 участков по одному гектару. Вот каждому из 50 участков предлагают сразу же определенный вид деятельности, прописать, там, вот на этом, допустим, металлурги сидят, на этом фармацепты, и все. И как бы ты должен заранее, ты должен заранее понимать, кто к тебе сядет и в каком углу твоего парка он точно сядет, захочет взять участок. Понятно, функциональное зонирование, там, планировочная организация, да, всех разводим по разным углам, чтобы там их сан-зоны не пересекались, это понятно. Ну, вот конкретный участок имеет определенный вид деятельности, это такая уже, это гадание с меньшей вероятностью попасть правильно в небо ткнуть. Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки надо предусматривать какую-то более-менее универсальную, универсального резидента, да, ну там, я не знаю, земли промышленности, под размещение объектов промышленности, энергетики или чего-то, чего-то. Потому что вот та ситуация, которую вы описываете, если я правильно понял вопрос, она имеет место только в одном случае. Если у вас заранее, до входа в концепцию проекта, подписаны жесткие соглашения с инвесторами, которые будут ждать полтора, два, три года строительства инфраструктуры и подготовки участка под него, да, и этим соглашением предусмотрены какие-то санкции, чтобы инвестор, извиняюсь, не сорвался, да, и не ушел куда-то там в другой. На моей практике таких инвесторов в первом пуле, в первой очереди резидентов на самом деле немного. Мы наблюдаем, что первая пачка резидентов растворяется процентов, ну, там, до 80, да, то есть вместо них приходят там какие-то другие. Да, есть какие-то якоря, чаще всего либо они законодатели этого процесса, либо основные интересанты, то есть под которых как бы делается, либо какой-то якорь, да, с ними вот как бы все понятно. Вот всех остальных, как правило, волна смывает с берега, потому что ждать такой срок готовы только очень крупные инвесторы, которые не нашли другого участка, да. Поэтому я все-таки за определение специализации парка, то есть методом отсечения, да, как скульптор работает. То есть проекты резидентов, которые точно не должны быть на этом земельном участке, и проекты резидента не очень широкой гребенкой, да, но какой-то более-менее универсальной, которые могут быть. То есть я все-таки за, если не узкую специализацию парка, ну, я как бы не очень понимаю универсальные парки, по принципу приходите все, кто хотите, да. Немного примеров, которые получились удачно. Да, на самом деле, ну, это, кстати, дискуссия немножко про другую тему, но у нас 80, даже больше процентов парков, они универсальные. Да, это мало кто готов сегодня предложить специализацию узкоотраслевую. Но это логи, это понятно на самом деле, потому что мы не избалованы большим количеством желающих разместиться в индустриальных парках. И каждый парк сужение специализации видит, как сужение своей воронки продаж. Ну, соответственно, он особо этого делать не хочет. Но чтобы не попасть в ту ситуацию, когда мы заставляем резидента потенциального ждать, полгода, год, ну, тут на самом деле для каждого индустриального парка тоже необходимо перед тем, как в свой проект входить, естественно, какую-то такую проработку самих себя, да, там, проработку площадки сделать. Я бы тогда предложил бы подключить к дискуссии наших коллег из компании «Биллфингер ТИБ-1» Руслана Туркенова. Руслана, как тебе удобнее, там, не знаю, с этим микрофоном здесь садись. Вот поскажи, пожалуйста, у вас, мне кажется, наработан хороший набор инструментов, там, и есть хорошая технология анализа земельного участка территории индустриального парка, который позволяет понять все риски на входе в проект. Вот если это мне не сильно теоретизировать, да, где что посмотреть и на что обратить внимание, чтобы не попасть в ловушку вот всех этих ограничений, всего этого множества ограничений, которые подстерегают нас на пути создания индустриального парка. Ну и, если можно, не совсем с точки зрения инвестора, все-таки под другую сторону есть парк. То есть вот в каком-то... Слышно меня? Добрый день, коллеги. Меня зовут Руслана Туркенова. Представляю компанию «Биллфингер ТИБ-1». Это крупная международная компания в России. Представлена уже более 25 лет на рынке. предоставляет комплекс услуг от консалтинга до управления строительством. Я вот, знаете, хотела бы, думаю, может быть, сначала мне прокомментировать первый вопрос по категории, по виду решенного использования, который возник, потому что мне не совсем понятно, если честно, сложившаяся ситуация, которую вы и все раззвучили, потому что, по идее, муниципалитет не имеет права требовать с вас назначать только один вид разрешенного использования. Потому что есть 30-я статья Градостроительного кодекса, которая говорит о правилах землепользования и застройки. И согласно ПЗЗ, если коротко, устанавливаются виды разрешенного использования. Основные, вспомогательные, условно разрешенные. И именно данная статья нам и говорит о том, что есть у нас какая-то территория, которая делится на территориальные зоны, и каждой территориальной зоне назначается список основных видов разрешенного использования. И 37-я статья Градостроительного кодекса говорит нам о том, что собственник имеет право без каких-либо ограничений сам выбрать вид разрешенного использования. Поэтому мне непонятна позиция муниципалитета. Необходимо тогда получить все-таки у них, от них официальное письменное письмо получить о том, что... А на что они ссылаются, когда они... Предлагаю тезис о том, что это не проблема, и вообще такого не должно произойти, и не должно было произойти, внести протокол нашего практикума. Ну, на самом деле, просто по практике мы же очень много работаем с разными регионами, много... Мы практически ежедневно смотрим разные правила землепользования и застройки в разных городах, в разных регионах. И на самом деле, вот с такой ситуацией, с таким кейсом, я вот впервые такое слышу. Действительно, есть такой момент, что, да, правила землепользования и застройки определяют территориальные зоны, и есть такое требование, что один участок может относиться к одной территориальной зоне. Но, опять же, в этой территориальной зоне у нас есть список основных видов разрешенного использования, которые вы можете выбрать. И там могут быть и 6.0 производственная деятельность, и фармацептика, и пищевая промышленность. И на самом деле это сделано как раз-таки для того, чтобы регулировать градостроительное... устанавливать эти градостроительные регламенты и, соответственно, регулировать деятельность резидентов. И как раз это направлено на то, чтобы облегчать, а не затруднять. И здесь тоже такой вот момент, что, допустим, муниципалитет вам говорит о том, что, а мы не знаем, какой санитарный класс опасности будет, да, какой объект с каким санитарным классом опасности. Но дело в том, что, например, многие муниципалитеты практикуют такое, что они назначают территориальные зоны, допустим, там зона П1 для размещения промышленных объектов с санитарным классом опасности вторым, или там третий, четвертый, и определяют основные виды разрешенного использования. И, соответственно, да, вы можете там разместить фармацептику, можете разместить там цементный завод, но, опять же, вы уже смотрите, какой класс опасности. Например, тоже пищевое производство может иметь класс опасности и третий с санзоной 300 метров, а может иметь класс опасности четвертый с санзоной 100 метров. И... Пойдите сегодня за него. У нас класс опасности установлен четвертый, пятый класс опасности предприятий, у нас и проект планировки, это указанное на терзоне, потому что, во-первых, близость населенного пункта, во-вторых, подлетная зона аэропорта. А тогда почему, с чем связан вопрос муниципалитета, что они не знают, какие предприятия с каким классом опасности к вам придут, если уже установлен четвертый, пятый класс? Да ничем, Руслана, ничем. Мы просто вот как бы дискутируем, как бы как из разных, в общем-то, оперет. Поэтому у вас определен класс опасности. У вас теперь для вашей территориальной зоны, ну просто в обязательном порядке, в правилах землепользования и застройки должен быть прописан список основных видов разрешенного использования. И уже резидент имеет право выбирать, даже если сейчас у вас по документам, например, производственная деятельность или фармацевтика, а придет, например, я не знаю, какая-нибудь легкая промышленность, то в принципе, если легкая промышленность указана в основных видах разрешенного использования, путем обращения в уведомительном порядке. В уведомительном порядке, в Росреестр, две недели, мы все это знаем. Мы все точно так же думаем, как и вы. Просто мы никак не можем убедить муниципалитет изменить свою позицию. А вот у меня еще один вопрос. У вас земля в собственности или в ленте? Да, в собственности. Ну так вообще нет никаких. Вот мы... Мне кажется... Можно маленький комментарий? Я так поняла, что проблема возникла именно с проектом межевания территории. ППМ, да, правильно говорите. Да, а если мы посмотрим требования Городостроительного кодекса к содержанию проекта межевания территории, там должен быть усказыван конкретный вид разрешенного использования конкретного земельного участка. То есть это не набор видов, а один конкретный вид. То есть, как правильно Руслана сказала, действительно, в ПЗЗ у нас набор видов, из которого можно выбрать. А вот для одного конкретного участка мы все-таки пишем как один конкретный вид. И мне кажется, в этом у вас, наверное, пошло несоответствие с муниципалитетом. И может быть, просто вот как... Ну, практическое может быть решение сейчас написать один вид, именно промышленная, например, производственная деятельность, этот 6.0. А когда к вам придет резидент, которому этот 6.0, например, надо будет изменить, вот тогда уже пойти по этой процедуре, как бы, выбора другого вида разрешенного использования. Сейчас мы как-то действуем. Мы хотим упростить задачу и нам, и инвестору. Ведь, Екатерина, да, вот мы сейчас с Русланой... Я просто боюсь, что по-другому, наверное, вы не сможете сделать, потому что вы не можете для одного участка в документах, которые пойдут в ЕГРН, указать набор видов. Смотрите, градостроительный кодекс, он, в принципе, мы читаем по-разному все. Как выясняется, сейчас мы с вами по-разному читаем. Там написано, что указать вид разрешенного использования обязательно в случае, предусмотренных настоящим кодексом. И там эти случаи описаны, и все. Закрытый перечень. Понимаете? Поэтому вот как бы мы не видим никаких препятствий для того, чтобы указать территориальную зону. Класс опасности у нас указан по ППМ, и нам просто никто не должен препятствовать, а препятствия есть. Давайте у нас просто уже получается такой детальный разбор конкретного частного случая. Понятно, что может повторяться, и, к сожалению, повторяется на самом деле. Руслан, вот если там абстрагироваться именно конкретно от этой проблемы, какие препятствия, ловушки могут быть в индустриальном парке еще на пути, на что стоит также обратить внимание? Хорошо, я тогда попрошусь мою презентацию вывести. Он сказал, что практика применения в Москве, в Питере, в Севастополе отличается от всех остальных регионов. Но нет, я согласен, что да, это на самом деле практика правоприменения, в принципе, на которую можно даже ссылаться, видимо. Это как на прецедент. Вот Марьин, наверное, возьмет на вооружение. Марьин, он... Так. 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 Может быть, все зависит от того, в каком-то муниципалитете, я так понимаю. Куртуфа, вы говорите. Да. Четвертый, пятый класс. Хорошо. Тогда продолжаем расширять набор проблем. А листать вы будете, да? А там, по-моему, лежит, достану. Ну, я коротко уже сказала о нашей компании. Я хотела бы в презентации остановиться на... Я выделила две части. Это градостроительство, градостроительная проработка, на что обратить внимание при выборе территории для индустриального парка, более подробно рассмотреть ситуации с зонами, с особыми использования, условиями использования территории, так называемые зауиты. И второй момент – это энергообеспечение, сложности, с которыми сталкиваются резиденты при проектировании на территории индустриального парка. Это скорее для того, чтобы индустриальные парки, ну, просто взяли во внимание. Здесь коротко основные моменты. Не буду долго останавливаться. Действительно, выделяю два типа индустриальных парка, типа Гринфилд и типа Браунфилд. Мы работаем с индустриальными парками типа Гринфилд. Это парки, создаваемые на пустых площадках, как правило, не имеющие инфраструктуры, инженерной и транспортной инфраструктуры на начало создания проекта. И Браунфилд – это парки, которые создаются на основании существующих производственных мощностей, как правило, советского периода, и которые, как правило, уже обеспечены транспортной инфраструктурой, инженерной инфраструктурой, но требуют капитального ремонта или реконструкции. И вот здесь очень важный момент хотела бы выделить, что забывают иногда при создании индустриального парка, что по стандарту создания индустриального парка расстояние между земельными участками, вернее, территория индустриального парка должна состоять из участков смежных, либо максимальное расстояние между участками не более двух километров. Иногда об этом забывают, и это может привести к сложностям. При создании индустриального парка мы выделили три этапа – прединвестиционный, инвестиционный и эксплуатационный. И на прединвестиционном этапе, как правило, создатели индустриального парка начинают с выбора земельного участка, с проведением технического, экологического и правового аудита. И далее, после выбора земельного участка, переходят к проработке мастер-плана. Почему важен этап разработки мастер-плана? Потому что он позволяет проработать концепцию индустриального парка, и впоследствии она ляжет в основу разработки проекта планировки территории. И вот тоже очень важный момент. На этапе мастер-плана как раз-таки и определяется функциональное зонирование парка, определяется санитарный класс объектов и делится территория в соответствии с учетом ограничений, обременений, установленных по участку. И уже в рамках мастер-плана мы понимаем, где мы можем разместить пищевую промышленность, фармацевтическую промышленность и иные виды промышленности. Следующий слайд. Здесь мы подготовили несколько вопросов, вернее даже основные вопросы, на которые мы рекомендуем обратить внимание при старте градостроительной проработки. В левой колонке мы указали основные вопросы, на которые стоит обратить внимание, и в правой колонке для удобства указали документы, в которых можно найти ответы на вопросы. Наверное, я не буду здесь подробно останавливаться. Какие из этих вопросов наиболее сложные? Сложно, да. Где самые сложные ошибки можно совершить, которые потом сильно повлияют? Ну вот как раз-таки это и изучение документов территориального планирования, документов градостроительного, функционального зонирования, это как раз-таки схемы территориального планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки, утвержденные проекты планировки территорий. Важно всю эту информацию поднять, изучить, проанализировать, потому что они, как правило, уже содержат информацию об ограничениях, о функциональных, о территориальных зонах. И, в принципе, это является основой для дальнейшего анализа. Вот и все эти вопросы реально найти в открытых источниках, либо надо там, не знаю, кучу запросов делать, писать. Или надо нанимать какого-то консультанта, потому что ты сам не разберешься. По первому пункту все эти документы, как правило, публикуются на сайте администрации в обязательном порядке и с ранних до последних версий. Поэтому эту информацию каждый застройщик может самостоятельно изучить. Дальше мы рекомендуем обязательно проанализировать категорию и вид разрешенного использования, заказа выписки из ЕГРН, далее сведения о правах, дальше сведения о расположенных в границах земельного участка объектах недвижимости. Причем здесь я подразумеваю не только объекты капитального строительства, но и инженерные сети, которые могут впоследствии обременять земельный участок и за счет охранных зон может теряться приличная полезная площадь земельного участка. Дальше обязательно проанализировать на вопрос возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. И здесь важный момент, у нас очень часто спрашивают, и вот мы, Максим, с тобой обсуждали, как на этапе мастер-плана, когда еще непонятно, кто сядет на территорию индустриального парка, какие будут резиденты, как понять, какая мощность необходима. Но в любом случае на этапе мастер-плана уже после того, как произведено функциональное зонирование парка, определены потенциальные резиденты, можно прикинуть примерный объем нагрузок и уже с этими нагрузками идти в ресурсоснабжающие организации и хотя бы устно с ними общаться о возможности подключения, потому что уже предварительное устное общение поможет понять, где находятся ближайшие точки подключения, требуется ли реконструкция какой-нибудь городской подстанции либо строительства новой подстанции, которая значительно удорожает проект в последующем. Поэтому мы за то, чтобы уже на этапе мастер-плана вести устные хотя бы переговоры с ресурсоснабжающими организациями. Следующий вопрос – это подключение к уличнодорожной сети. Необходимо обязательно провести переговоры с собственниками автомобильных дорог, причем это могут как муниципальные дороги, региональные либо федеральные дороги. В зависимости, конечно, от категории дороги эти переговоры могут быть более сложными, более легкими, но опять же это необходимо делать. И последний момент – это анализ санитарно-защитных зон. Мы рекомендуем обязательно проработать вопрос санитарно-защитных зон будущих резидентов и проанализировать сан-зоны близлежащих объектов, которые находятся за границами индустриального парка, но которые могут обременять в последующем объекты резидентов. И вот в правой колонке мы указали документы, где можно посмотреть информацию. И вот более подробно давайте поговорим про ограничения, которые могут в значительной степени усложнить процесс разработки мастер-плана, даже не разработки мастер-плана, а реализации индустриального парка. Так называемые зоны с особыми условиями использования территорий. Полный список опубликован в земельном кодексе, в статье 105. Мы здесь привели только усеченный перечень часто встречающихся ограничений, с которыми мы сталкиваемся практически повсеместно. Как правило, это охранные зоны инженерных сетей, это придорожные полосы автомобильных дорог, либо зоны, установленные от железных дорог, это водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны от водных объектов. Реже, но бывают охранные зоны от объектов культурного наследия. Наличие данных зон в границах земельного участка не требует от собственника изъять этот земельный участок и так далее. Использовать этот земельный участок можно, но в соответствии с данными охранными зонами и в соответствии с законодательством, которое устанавливает определенные ограничения. где можно посмотреть, это, например, публичная кадастровая карта, охранные зоны, зоны зооиды выглядят вот так, если посмотреть на публичной кадастровой карте. И вот здесь на примере конкретного земельного участка хотелось бы разобрать ситуацию. Мы имеем земельный участок, предполагаем, что можно использовать 100%, но когда начинаем анализировать, выясняется, что установлена зона минимальных расстояний от магистрального газопровода, которая занимает практически 40% земельного участка. И в границах данной охранной зоны мы не можем размещать объекты капитального строительства, парковки и так далее. У нас установлена охранная зона ЛЭП, 110 кВ, важно знать о том, что в охранных зонах ЛЭП свыше 1000 вольт, размещать никакие объекты нельзя, в том числе парковки. Соответственно, мы теряем 3,4% полезной площади. Далее охранная зона ЛЭП, вот голубеньким она выделена, на третьей картинке это 1,4% от полезной площади. И четвертая картинка – зона планируемого размещения транспортной развязки, 5%. То есть эта зона, в принципе, потенциальная под изъятие в случае реализации транспортной развязки. Данный пример наглядно показывает, если сложить все эти проценты пересечения, примерно получается 50%. Мы теряем 50% полезной площади земельного участка. Вот почему важно на этапе либо технического аудита земельного участка, либо уже при разработке мастер-плана проводить такой анализ для того, чтобы понимать, что остается в сухом остатке, какую площадь полезную можно впоследствии использовать. Так, и у нас очень часто спрашивают, а где же узнать об этих зооитах, помимо публичной кадастровой карты. Мы, так как мы обещали, что наша презентация будет максимально носить прикладной характер, мы поделились информации, да, совершенно бесплатно. Здесь привели, в принципе, максимальный перечень справок, документов, которые можно заказать и, соответственно, узнать о возможных ограничениях, обременениях. Список довольно большой, но, в принципе, практически все справки можно получить в течение, там, регламентный срок 30 дней, поэтому это не такой большой срок, но, по крайней мере, полученные ответы позволят максимально проанализировать земельный участок. Так, и я хотела бы в завершении по зооитам остановиться на санитарно-защитных зонах. Очень часто создатели индустриального парка, да и сами резиденты не знают о том, что, тут, наверное, нужно сказать вообще, что такое санитарно-защитная зона, это буферная зона, которая устанавливается от кадастровых границ земельного участка, чаще от кадастровых границ земельного участка, и в границах которой устанавливается определенный режим использования территории. Соответственно, в СССР любых объектов, промышленных объектов запрещено размещать лечебно-профилактические рекреационные, жилые объекты. И второй момент, в СССР отдельных отраслей промышленности, например, строительная металлургия, не знаю, легкая промышленность, запрещено размещение производств лекарств, складов фармацевтики, объектов пищевой промышленности, складов продуктов питания, комплексов по питьевой воде. Это очень и очень важно знать, дальше на слайдах, на конкретных кейсах я покажу. Вот у нас три земельных участка. Мы действительно столкнулись с похожей ситуацией в индустриальном парке в одном из регионов, где рядом по соседству размещалось химическое производство и пищевое производство. Мы вот здесь вот пометили, на первом участке планируется разместить химическое производство, посередине пищевое производство и на третьем производство автомобилей. Соответственно, у данных предприятий уже установлены их сан-зоны, и они полностью накрывают участок, который находится посередине. Это недопустимо. То есть по законодательству это категорически недопустимо. А проекты там есть посерединке? Да, мы вот как раз столкнулись с такой ситуацией, когда был разработан уже проект на пищевое производство. В принципе, он уже был застройщик на этапе получения разрешения на строительство, когда узнали, что через дорогу практически строится химическое производство с сан-зоной 300 метров. И причем застройщик химического производства, он не сокращал свою сан-зону. Этот же вопрос можно как решить? Если, допустим, химическое производство и производство автомобилей сократят свою сан-зону по границе своего земельного участка, и пищевое производство сократит свою сан-зону по своей границе, то тогда такое размещение теоретически допустимо. Но опять же, здесь есть определенные риски. Нужно будет, во-первых, доказать расчетами, что предельный уровень концентрации вредных веществ на границе с ЭЗЗ каждого объекта не превышает допустимых показателей. И здесь еще очень важна позиция в БУЗы и Роспотребнадзора, которые впоследствии будут смотреть проект санитарно-защитной зоны, и они тоже могут, в принципе, не пропустить этот проект. Поэтому это очень такая скользкая тема. Лучше об этом знать заранее. И пищевые производства, вернее, для пищевых производств все-таки выделять отдельный какой-то вот кластер небольшой в границе к индустриальному парку. У нас вопрос. Павел, можно сразу вопрос. Желтые участки как-то проектировали по существующим производствам, да? Ну, здесь это условно, да. В общем, зона есть у предприятия, рядом с Бират Шестовой. Но у этого предприятия нет расчета санитарно-защитной пределы, а в рамках это работает. Это пришло, проектировалось, но зону утвердил. У вас проектировалось все. А вот это пришлось, значит, кто первый, второй этап или как? Хороший вопрос. Дело в том, что, наверное, знаете, вот в 2018 году вышло 222-е постановление, которое ужесточило требования к установлению санитарно-защитных зон. И, в принципе, текущее законодательство Российской Федерации требует, чтобы до 1 января 2022 года все предприятия установили свои санитарно-защитные зоны. Для чего это делается? Чтобы вот как раз-таки не возникала та ситуация, о которой вы говорите. Причем устанавливать свою сан-зону застройщики обязаны как для существующих предприятий, так и для проектируемых. И вот как раз-таки данная мера позволит избежать впоследствии таких ситуаций. Вот, как вы сказали... Да. Смотрите, какая ситуация. Кто первый? Он рядом находится с... Ну, смотрите, данный проект, конечно же, во-первых, в самом проекте экологи должны будут описать обязательно соседние объекты с указанием кадастровых номеров. Если они будут указывать, что рядом находится химическое производство, они обязаны дать информацию по сан-зоне. Соответственно, даже если экологи на это закроют глаза, и застройщики такой проект подадут в АВБУС, то он может не пропустить данный проект СССР. Он просто его отклонит и все. Поэтому здесь есть определенные риски. Конечно, бывают такие ситуации, когда и такие проекты проходили экспертизу и получают как бы по принципу, кто первый встал в того этапе, кто первый установил, тот и как бы установил свою сан-зону и уже ограничивает соседние территории. Но опять же, все это решается, также носит локальный характер, как правило, зависит от конкретного региона, но все-таки в БУС, я думаю, не пропустит такую ситуацию. Да. Есть еще такие ситуации, когда предприятие существует, вот как вы говорили, да, фармацевтика и рядом какие-то промышленные объекты. Дело в том, что риск есть получения предписаний со стороны Роспотребнадзора, и мы с этим сталкиваемся. Предписание, причем на довольно солидные суммы до устранения ситуации. Поэтому, ну, если нет пока предписаний Роспотребнадзора, и никто не трогает данных застройщиков, ну, в принципе, можно жить себе спокойно. Но единственное все-таки есть, если не ошибаюсь, 342-й федеральный закон, который уже требует, чтобы до 10 октября 2021 года все застройщики на территории России подали в Роспотребнадзоры заявление на установление своих сан-зон. Поэтому сейчас, ну, ужесточаются меры по поводу сан-зон. И вот здесь тоже кейс решили рассмотреть. Довольно часто мы получаем такой вопрос, когда на территории какого-то логистического комплекса размещаются, например, силосы для временного хранения зерна, а рядом размещается какое-нибудь промышленное предприятие, неважно, химия, металлургия. И у нас спрашивают, можно ли вот так вот размещать или нет, потому что, ну, силосы же для временного хранения. Нам Санпин четко говорит, и Санпин, и 222-е постановление, что если размещаются в силосах, в складах зерна, там, зерно, которое впоследствии будет использоваться для пищевой продукции, для производства пищи, размещать его в сан-зонах других предприятий недопустимо. Поэтому данная ситуация недопустима. Также вот мы сталкиваемся с ситуацией, я думаю, что индустриальные парки сталкиваются с такой ситуацией, когда, допустим, перевели свою территорию в землепромышленности, но граничат с землями сельхозназначения. И дело в том, что в этом случае, если грани... в этом случае нужно будет предусмотреть сокращение сан-зон резидентов до границы земельных участков под сельхоз, которые имеют категорию сельхозназначения. Почему? Потому что либо должно быть официальное какое-то обоснование, официальное письмо от собственника участка, что этот участок не планируется впоследствии под выращивание пищевых культур. То есть тут тоже такое вот момент. И вот, в принципе, о чем мы говорили с вами сегодня, вот здесь мы в качестве примера, вот так вот может выглядеть схема индустриального парка, где определены функциональные зоны. Отдельно разнесены производственные зоны, общественно-деловые зоны, жилые, если, допустим, предусмотрены гостиницы для временного проживания. И, в принципе, такие вот схемы, они прорабатываются уже на втором этапе прединвестиционном, на этапе мастер-плана, который, в принципе, потом впоследствии поможет создателям индустриального парка быстрее принимать решения и быстрее согласовывать проект планировки территории, потому что уже все проработано. А на этом слайде, Руслан, можно назад? Прямо коротко, просто для коллег, с каким цветом какие зоны? Здесь это без привязки. А, это условно. Да, это условно. Так, и последний слайд, это энергообеспечение индустриального парка. Здесь мы отразили, ну, вот два часто встречающихся вопроса, с которыми мы сталкивались в своей практике, когда индустриальный парк разрабатывает проект из своих сетей параллельно с резидентом, либо даже запаздывает с разработкой проектов на инженерной сети. И в результате выдает технические условия, допустим, с отметками, на которых должен врезку осуществить застройщик, будущий резидент. И из-за того, что у индустриального парка нет еще своего проекта, постоянно корректируются эти технические условия, постоянно меняются отметки присоединения, что очень осложняет жизнь самому резиденту на этапе проектирования. Вот с этим мы сталкивались. И второй момент, с которым мы довольно часто сталкиваемся, это то, что индустриальные парки не имеют подключения к сетям канализации, в частности, ливневой канализации. И здесь два пути у застройщиков. Либо самостоятельно предусматривать сброс в водный объект, но, конечно, для любого застройщика это не очень интересно, потому что все-таки эта процедура требует выполнения рядом же родоохранных мероприятий. Это довольно долго, это дорого, поэтому мы вот с этим сталкиваемся. То, что порой в индустриальных парках некуда отводить ливневку. Как решаете? Как решаете? Ну вот мы сталкивались в одном регионе с этой ситуацией. В результате резидент долго-долго думал, хотел приобрести этот земельный участок, но там, в конце концов, ушел. Ушел с этой площадки, потому что оценил, как бы, свои линии. Со стороны инвесторов. Все-таки это, да, такой вопрос всегда. Спасибо большое, Руслана. Мы немножко позже начали, поэтому у нас прям самый коротенький еще буфер остался, но я, наверное, приглашу нашего последнего спикера. Я вот смотрела все время, сидела в нашей аудитории. Есть две картины, на которых повторяется диалог на равных. Мне кажется, это очень сейчас хороший будет пример опыта человека, эксперта, который был по двум сторонам баррикады. Он был на стороне индустриального парка и какое-то время в том числе сопровождал проекты локализации со стороны инвесторов. Аня Букрынская, ты с нами? Аня, здравствуй, ты с нами? Ты нас слышишь? Видимо, Аня не с нами. Видимо, Аня не с нами, да. Тогда я предлагаю дать возможность задать какие-нибудь вопросы друг другу. Да, есть сейчас возможность, но, к сожалению, не для онлайн-участников. Ну да. Евгений, вот у вас были вопросы, я знаю, вы обсуждали вначале, был какой-то вопрос, вы сказали, что, в смысле, есть что обсудить. Готовы ли обсудить сейчас? И вы не одни. Ну, если у вас в любом случае, помимо сегодняшнего такого практического семинара, мы на самом деле будем проводить еще много таких практикумов, и вот в ближайшее время в том числе будем говорить про различия Браунфилда и Гридфилда, и вообще, как правильно сказали, не только со стороны инвестора, но и парка, как позиционировать себя, как работать. Ну, за ночь не нужно, но постепенно можно нас пополнять вашими запросами. Ну, не знаю. Я дополню к тому, что Татьяна начала уже говорить. Да, на самом деле, благодаря тому, что сейчас все привыкли к онлайну, это дает возможность нам много мероприятий, небольших тематических регулярно проводить, на том, что мы и делаем. И вот как раз-таки мероприятия комитета промышленного строительства мы пытаемся проводить в соответствии с теми темами, которые к нам приходят со стороны членов ассоциации, чтобы мы их подсвечили. Поэтому если вот действительно проблематика инженерно-строительная, градостроительная, земностроительная для многих присуща, дайте знать, какие, может быть, более узкие вопросы в дальнейшем освещать, и мы тогда просто в наш план мероприятий обязательно внесем. Ну, потому что мы, в принципе, наверное, закончить хотели тем, что мы будем рады продолжить, и мы за диалог между теми, кто работает с инвесторами с одной стороны и с другой стороны, потому что и парк, и все те, кто проектирует, консультирует и строит, они все заинтересованы в том, чтобы парк локализировал в себе производство. Регионально в Москве, Санкт-Петербурге это уже индивидуально, но мы все за один совместный проект. Поэтому вот, собственно говоря, это хотели продолжать. Ну, и, безусловно, мне кажется, конечно, импульсом сегодня стали коллеги с запросом конкретным, и, наверное, мы и не ставили себе такую амбициозную цель сегодня все это решить, но, как минимум, мы услышали несколько мнений, мы услышали опыт, и я думаю, что, ну, вы согласитесь, можно продолжить уже диалог с конкретными специалистами, экспертами, которые его уже, наверное, направят в более конструктивное русло проработки уже между партнерами. Поэтому всем большое спасибо за сегодняшнее участие, за то, что вы сегодня были с нами и в онлайн, и офлайн. Ну, и, как мы сказали с Максимом, ждем обратную связь в любом формате. Спасибо всем большое. Спасибо, ассоциация, ребята, огромное за организацию. Ну, и с позволения спикеров мы тогда презентации наших выступающих с участниками, участниками разошлем, наверное, всем членам ассоциации направим, поэтому всю полезную информацию можно будет еще раз увидеть. Коллеги, спасибо большое.